Добрый день, уважаемые коллеги! Мы с вами продолжаем работу в третий день большой конференции Московского городского педагогического университета. И у нас время малого пленара, и спикеры уже готовы к выступлению. Мы с вами будем говорить и обсуждать городские практики. И это будут практики абсолютно разные. Это будут практики, которые посвящены социальной рекламе, практики, которые посвящены спортивному городу, практики социального предпринимательства. Ну и начнем мы с практики города и проблем урбанистики в дискурсе современной и советской сатиры. И современной, и советской сатиры. По-прежнему актуально, я бы сказал. И Иван Александрович у нас это представит. У нас сегодня спикеры абсолютно представляют разные структурные подразделения университета. Мы специально так постарались это сделать. Собрать коллег из разных структур, которые занимаются разными практиками городскими. Чтобы мы познакомились здесь и между собой. И познакомились с нашими слушателями, которые сейчас на двух каналах нас смотрят. И надеюсь, что будут задавать вопросы. Потому что я уверена, что доклады, которые будут сегодня представлены нашими спикерами, будут интересны и найдут отклик у наших слушателей. Ну и мы начинаем. Первый докладчик и первый доклад. Иван Александрович Гринько, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник лаборатории оценки профессиональных компетенций и развития взрослых, научно-исследовательского института урбанистики и глобального образования. Иван Александрович, что такое советская современная сатира и как она связана с городом и с городскими проблемами? Да, Светлана Николаевна, спасибо большое за представление. Я понимаю, что тема его доклада, она звучит не совсем стандартно. Но тем не менее, мне кажется, что советская сатира как источник по урбанистике достаточно представительна. Сегодня я хотел бы затронуть вот эти вот сюжеты, которые вы все видите на экране, коротко описать источник и его специфику, объяснить причины популярности этой урбанистической сюжетной линии в советской карикатуре, определить ключевые паттерны и сюжеты и немножечко затронуть фигуру умолчания. Потому что, как обычно, гораздо важнее то, о чем не говорят, чем то, о чем в истории говорят. Мы уже обращались с моим соавтором Анной Шевцовой к этой теме. В частности, подробно разбирали такой городской институт, как музей в зеркале советской сатира. Если кому-то интересно, я могу подробнее рассмотреть это уже в опубликованных материалах. Но начать, наверное, надо с того, что такой журнал «Крокодил», потому что я думаю, что большинство из наших зрителей так или иначе имеет чудесные теплые детские воспоминания, как они читали, листали эти подшивки, которые в большинстве советских семей хранились. Но надо помнить, что все-таки журнал «Крокодил» — это было издание партийное. Это подвед газеты «Правда» с совершенно гигантским тиражом, который, по-моему, сейчас редкому блогеру может оказаться достижимым. При этом надо учитывать, что стратегии его потребления тоже были специфические. Его читали всей семьей, его переклеивали в заводские многотиражки и так далее. Но при всей своей партийности журнал «Крокодил» был очень специфическим изданием. По мнению одного из исследователей этого СМИ, Дмитрия Петрова, это было сочетание народности с антинародностью. Потому что, несмотря на весь необходимый официальный партийный дискурс, все-таки у журнала была очень специфическая целевая аудитория. И понятно, что невозможно было просто так выдавать последние постановления партии и правительства. И их надо было зашивать в доступный для этой целевой аудитории формат. И опять же надо вспоминать, да, целевая аудитория прекрасно отражена, например, у Василия Шукшина. В фильме живет такой парень. Вот Леонид Куравлев – это такой типичный читатель или смотритель даже «Крокодила», на которого этот журнал во многом и ориентировался. Об этом сам, собственно, главный герой и заявляет. При этом, почему мы все-таки рассматривали в первую очередь саму «Крокодил»? Потому что целевая аудитория в первую очередь смотрела на картинки. И, безусловно, уровень тех профессионалов, которые работали с визуальными рядами в «Крокодиле», он все время смещал акцент внимания читателя на иллюстрации. Там действительно работали классики от Кукара Никсов и Бориса Ефимова до, например, Виктора Чижикова, прекрасного иллюстратора, которого мы все знаем по детским сказкам. Поэтому, безусловно, главный, на наш взгляд, посыл, он проводился именно через иллюстрации. В качестве источниковой базы мы собрали почти полторы тысячи номеров с 1950 по 1991 год, плюс иногда привлекали еще альбомы мастера советской карикатуры. Опять же, как это связано с урбанистикой? Ну, в первую очередь, надо вспомнить о том, что вот это вот пересечение двух кривых на данном графике, оно как раз происходит в начале того исторического периода, о котором мы ведем речь. Именно с начала 50-х годов количество городского населения постоянно превышало количество сельского. И вот практически весь этот период, с 50-го по 91-й, шел неуклонный рост городского населения. Поэтому, естественно, что основная целевая аудитория крокодила, она проживала в городе. И, естественно, крокодил, он не мог пройти мимо этого факта. В частности, вот вынося на обложку вот этот прекрасный художественный образ Москвы с ее пригородом. А при этом, да, понятное дело, что темпы роста городского населения, они не всегда, а точнее никогда практически не совпадали с качеством городской среды. По сути, иногда происходила псевдоурбанизация, когда в городское пространство приносились какие-то культурные практики, принятые в сельской местности. При этом, опять же, со стороны государства тоже далеко не всегда совершались необходимые действия для того, чтобы качество этой городской среды повысить. Плюс, к этому надо добавить, что, как мы уже упомянули, журнал все-таки был партийный. А противодействие партийных комитетов и, скажем так, горосполкомов, оно шло всегда. И, понятное дело, что в данной ситуации горосполком становился очень удобной мишенью для партии. Понятное дело, что в открытую этот конфликт проявился уже в конце 80-х годов, о чем мы все прекрасно помним. Но, тем не менее, работа с городской средой давала крокодилу прекрасную возможность. Поскольку журнал не мог критиковать партию, не мог критиковать правительство, то, соответственно, у него должны быть достаточно а. безопасные, б. реальные мишени. Потому что невозможно канализировать общественный негатив на нечто мифологическое. Понятное дело, что крокодил увлекался и созданием негативного образа капитализма, блока НАТО и так далее. Но, тем не менее, в первую очередь это должны быть знакомые реальные проблемы. Причем иногда это доходило до того, что Людмила Петрушевская, которая на зале своей карьеры как раз работала в редакции крокодила, называла этот журнал такой прокуратурой в присядку. Когда они пишут тексты и тут же следуют выводы со снятием, переводом и иногда судебным процессом. Соответственно, большинство этих советских грехов, они как раз базировались в городской среде. Поэтому крокодил активно пытался акцентировать на них внимание. Еще раз хочу отметить, что речь шла не о каких-то системных проблемах. По сталинскому методу постоянно шла речь о некоторых перегибах на местах. О человеческом факторе. О том, что вот у нас есть, несмотря ни на что, отдельные недостатки. Хочу обратить еще внимание на тот факт, что очень часто городские проблемы, они выносились на обложку. И это как раз показатель того, что редакторы, темачи и цензура как раз обращают внимание именно на этот факт. Пожалуйста, да, вот типичный пример бюрократия, взяточничество, качество работ при строительстве. Еще одна обложка, посвященная любимым соседям. Естественно, что многие проблемы в силу, опять же, своей распространенности, они становятся такими сквозными сюжетами. Ну, в частности, вот наше любимое типовое строительство, о котором много говорилось еще в советском кинематографе. В фильме «Ирония судьбами» все прекрасно помним. Обратите внимание даже на сходство визуальных рядов. При этом, что любопытно, как менялась политика крокодила. Вот эта вот борьба с типовым строительством, она начинается где-то в конце 60-х, начале 70-х, а до этого политика была ровно наоборот. Постоянно шла борьба с архитектурными излишествами и доходило до того, что был такой один из сквозных сюжетов, как памятники наследия, якобы памятники наследия, мешают новому социалистическому строительству. Были даже такие примеры. Но в поздний советский период, конечно, волновала не только визуальная составляющая, но и качество строительства. Это просто одна из самых больных тем, которая, опять же, неоднократно выносилась на обложку, потому что она была всем доступна, всем близка. И позволяла, опять же, сконцентрировать весь негатив на строителях, в качестве их работы, уровне их подготовки и так далее. Помимо качества непосредственно домов, естественно, крокодил не мог пройти мимо и качества городской следы. Обратите внимание, вот то, про что сейчас у нас пишут многочисленные блогеры, про то, какого качества иногда у нас возникает среда. Эта тема отнюдь не сегодняшняя, она как бы была, существовала практически весь период советской истории. Да, вот загон мамонтов в новых кварталах. При этом, опять же, у крокодила была очень интересная двойственная природа, и авторы при всей своей необходимости работать на интересы партии и правительства, они все-таки периодически делали омажек к классической живописи, к соцреализму, поскольку, ну, помимо, да, непосредственной критики, была еще и задача как-то просвещать читателя и показывать ему некоторые образцы высокой культуры. Ну, вот, посмотрите и сравните классический сюжет соцреализма с карикатурными образами автора крокодила. Да, ну, вот, по-моему, параллели очевидны. Иногда это даже переходило в такой легкий ню, посвященный проблемам городской следы. Это, опять же, качество строительства в регионах. Ну, и вот один из таких популярных сюжетов, да, в новостной повестке. Обращаю ваше внимание, что, да, как бы, эти проблемы, они возникли не сегодня, да, они существовали еще 50 лет назад. Безусловно, крайне актуальной в те времена была оценка уровня сферы услуг. Тут постоянно шли жалобы на качество и на количество. Вот, обратите внимание, что тут практически все обложки. В частности, опять же, проблема с тем, что сотрудники вынуждены уходить с работы пораньше, чтобы суметь обратиться в то или иное учреждение. Вот тоже прекрасные параллели между массовой культурой и карикатурными образами, да. Все мы помним фильм «Афония», опять же, Леонид Куравлев, такой образ народного героя. И вот все те же сюжеты с нерадивыми водопроводчиками, они тут же появляются и на страницах «Крокодилов». Кстати, вот обращаю ваше внимание, что здесь очень важно, да, водоснабжение – это, безусловно, один из таких признаков города еще со времен античности, да, централизованное водоснабжение. И поэтому очень много сюжетов связано как раз с наличием и отсутствием воды. Это просто вот такая перманентная тема, от которой «Крокодил» никак не мог отказаться. Естественно, что еще волновало читателей? Это общественный транспорт. Вот эти вот бои за место в троллейбусе или автобусе, они просто проходят красной нитью с 50-х, слева, до конца 80-х годов. Это касается, опять же, не только непосредственно общественного транспорта, но и, например, института такси. Кстати, обратите внимание, опять же, тема выносится на обложку. Причем с таким красивым мифологическим сюжетом и явными отсылками к картине Васнецова. Понятное дело, что «Крокодил» периодически пытался потрунивать над малыми городами, которые пытались заимствовать форматы у больших. Причем, опять же, это все выносилось на обложку. Но самое большое внимание, конечно, уделялось социальной среде. Потому что, с одной стороны, если в 20-30-е годы очень многие проблемы пытались объяснить пропагандисты, каликатуристы тяжелым наследием царского режима, то в описываемый период, естественно, сваливать все на Николая II было уже несколько проблематично, чисто по хронологическим соображениям. Поэтому акцент делался уже на том, что новые горожане не вполне себе понимают, что такое городская культура, не вполне понимают, как с ней работать. И, соответственно, надо их воспитывать и перевоспитывать. Поэтому очень много каликатур, посвященных тому, что государство создало все условия, но одновременно с этим несознательные горожане их систематически разрушают. Опять же, хочу обратить ваше внимание, что целые рейды проводились по городским районам, крокодийские, где подробно разбирались все эти недостатки, все проблемы, все конфликты между жильцами. И все это выносилось в пространство советской каликатуры. Вместе с тем, опять же, помимо недостатков, естественно, были достоинства. И поэтому в «Крокодиле» очень часто встречалось то, что мы сегодня называем нативной рекламой. Это и масштабы строительства, что соответствовало действительности. И, например, такие нововведения, как строительство газопровода «Саратов-Москва» и газификация московской территории. Естественно, помимо того, что транспорт общественный не всегда отвечал желаниям горожан, строительство метрополитена, например, и метрополитена вообще как символ социалистического государства, социалистического прогресса, они тоже регулярно встречаются. Я не знаю, возможно, не всем участникам видно, но там, опять же, чудесный омаж Некрасову в подписи под правой карикатурой, что «Отец слышишь, рубит, а я отвожу». То есть пересечение вот этой вот условно низкой культуры карикатуры и высокой классической российской культуры, оно ушло повсеместно. Ну, опять же, вот к вопросу о нативной рекламе, естественно, что так или иначе «Крокодил» должен был отражать все достижения социалистического скроя. В том числе и то, что почти половина населения смогла за последние 10 лет улучшить жилищные условия. Та же самая тема, но вынесенная на обложку. Уже 1967 год. При этом, опять же, периодически приходилось признавать то, что за все надо платить. И скорость строительства должна была оплачиваться некоторыми неудобствами. В частности, вот один из таких сквозных сюжетов, связанных с хрущевским типовым строительством, это Гаванна, да, совмещенный с санузлами. Но при этом, опять же, очень много внимания уделялось и персональному поведению людей, и в частности, например, любителям Кляус. Да, вот такой аналог активного гражданина 1963 года, который, значит, занимал весь Горсовет работой над своими жалобами и недоносами. Ну и, наконец, безусловно, не мог Крокодил проходить и мимо крупнейших событий мирового уровня. И вот тема того, как действительно изменилась и похорошела Москва к Олимпиаде, она тоже регулярно появлялась в конце 70-х, начале 80-х. И подчеркивала, опять же, все достоинства социалистического государства. Понятное дело, что я специально обращал ваше внимание, что круг проблем, несмотря на огромное количество примеров, он был довольно узким. И только вот после 88-го года начали появляться вполне себе реальные проблемы, о которых Крокодил раньше молчал абсолютно. Ну, во-первых, это вот визуальный шум на улицах, который, понятное дело, в 88-89 году был еще непривычен, но уже осознавался как реальная городская проблема. Это, безусловно, экология, которая возникала в разных сюжетах, но не применительно городу. Хотя мы все прекрасно понимаем, что очень многие советские города, они возникали в качестве, по сути, заводских слобод рядом с предприятиями и не всегда могли похвастаться хорошей экологической обстановкой. И вот на левой карикатуре, я не уверен, что все могут разглядеть подпись, но там речь идет о лимитчиках, то есть о завозе рабочей силы в города. Проблема, которая раньше не признавалась и никак не актуализировалась, хотя по мемуаристике, по всем документам мы видим, что она реально существовала еще там с середины 50-х годов. Подводя итог, что можно сказать? Как это ни странно, город и городское хозяйство по уже обозначенным причинам, вот этому конфликту партийных органов с исполнительными комитетами, оказалось одной из самых свободных от цензуры темы. Понятное дело, кто был виноват? Чиновники на местах, представители горсовета и так далее. Соответственно, и все вот эти недостатки, низкое качество строительства, плохая городская среда, все это было виной либо местных начальников, либо самих жителей. Поэтому, собственно, урбанизация в крокодиле и город, безусловно, являлись символом прогресса, символом социалистического строя. Но при этом признавалось, что вот есть еще отдельные несознательные персонажи, которые нам очень сильно мешают. И, подводя итог, собственно, что главное, наверное, надо сказать, что крокодил, несмотря на то, что карикатура очень специфический источник, она, безусловно, все подает в гротеской форме, гиперболизирует. Но, тем не менее, с учетом целевой аудитории, с учетом тех задач, которые стояли перед художниками крокодила, безусловно, карикатура была очень сильным отражением реальности. И это отнять невозможно. И самое главное, что иногда это был один из тех редких, единственных способов эту самую реальность донести. На этом я, наверное, закончу. Спасибо большое за внимание. Коллеги, если есть вопросы, я готов ответить. Спасибо, Иван. Я думаю, что все погрузились. Кто-то вспомнил, как просматривал журнал в разном возрасте и по-разному воспринимал. Наверное, какие-то вещи сейчас предстали в совсем другом аспекте, когда так много иллюстраций, и как раз показаны те тематизмы, те проблемы, по поводу которых возникали эти карикатуры. Возникала эта самая сатира. В конкретном городе, в конкретной ситуации. Это вообще очень интересная тема и очень интересный вопрос. Спасибо большое, Светлана Николаевна. Статистики нет, но реально страх перед крокодилом был огромный. И более того, в мемуарной литературе, например, у Игоря Губермана, я нашел совершенно потрясающий сюжет про молодого человека, который нашел для себя нехитрый способ заработка. У него было редакционное удостоверение. Он приезжал в колхоз, смотрел на них добрыми глазами и говорит, здравствуйте, я из крокодила. Я хотел бы написать про вас репортаж. Естественно, что он там день ходил, давал понять, какие недостатки он видит. После чего, естественно, ему выдавали конверт, грузили еду в машину и он счастливо уезжал. Это, мне кажется, показательная история про то, какую власть имела карикатура и партийная сатира на местах. И его реально боялись. Понятное дело, что там оргвыводы могли быть самые разные, но тем не менее, вот этот страх перед крокодилом, он реально существовал. Ну и вот у меня еще вопрос такой. Вы показали как раз на одном из последних слайдов «Активный гражданин», «Крокодил», некоторые аналогии. Можно ли сказать, что журнал в свое время закончил свое существование, в 1991 году вы написали, вы исследовали, но сейчас ведь он не выходит уже в таком... Нет, он существовал до 2003 года, но, опять же, поскольку он все-таки по своей природе был партийный, понятное дело, что ему было очень тяжело в новых условиях. Ну, а как вы считаете, возможно ли возрождение такого журнала, либо эта ниша сейчас уже занята какими-то другими, может быть, электронными ресурсами, цифровой гражданин, добродел, еще что-то? Ну, мне кажется, что это немножко все-таки разные вещи, Светлана Николаевна, потому что «Активный гражданин» — это все-таки низовые инициативы, а «Крокодил», он во многом ориентировался как раз на сигналы как бы сверху. Хотя иногда, опять же, работал вот по вызову простых граждан, мне кажется, что сейчас это будет, скорее, проблематически с технической стороны зрения, что собрать такой пул карикатуристов в одном месте, это будет достаточно тяжело. Уже такие серьезные имена. Люди, которые работали и в карикатуре, да, были, но они были и художниками, вот не зря Чижикова привели, это же действительно классик детской иллюстрации. Книги, наверное, у многих с его иллюстрациями стоят на полках и стояли, и стоят сейчас у современных детей. Поэтому, и плюс, мне кажется, что немножечко произошел приход в сторону мемной культуры, поэтому вот очень многие ниши, о которых я сегодня говорил, они, собственно, заняты вот этой вот низовой псевдокарикатурой, которая основана на мемах и их трансформации. У нас есть вопрос из чата от Геннадия Блинова, он спрашивает, «Крокодил» — обличительный или образовательный канал? — Очень хороший вопрос. Я еще раз хочу подчеркнуть, что «Крокодил» все время своего существования, он вот находился в двух плоскостях. Он и рекламировал, и обличал, и образовывал, и, опять же, вот если мы посмотрим на те сюжеты, о которых я говорил, он старался потянуть общекультурный уровень, да, он старался задавать некоторые культурные стандарты, в том числе и для городской следы. — Ну, потому что это действительно важно, да, горожане, сельское население, которое переехало в город, все ли были культурные, все ли были образованные, как их себя вели, да, то есть это же тоже возникновение, если вы помните, городских университетов, тоже для того, чтобы образовывать горожан, не высшее образование, да, чтобы они просто культурно могли себя ввести, да, то есть здесь, наверное, такой образовательный. — Пожалуйста, Наталья Игоревна. — Вопрос. На самом деле, соглашусь, гениально, что вот эта тема возникла. Крокодил — это вот дивный источник информации о повседневности, с которой мы уже не сталкиваемся, то есть я социолог, и очень много моих коллег обращались к крокодилу для того, чтобы понять вот не ту официальную риторику о том, что было в 50-е, 60-е годы, а о том, какая была повседневность. И большей частью, вот мы в русле социологии повседневности и гендерной социологии проводили исследования. Безумным интересным у нас было исследование, связанное с образом женщины. Ну и, соответственно, отношения между мужчинами и женщинами — это одна из очень таких классических крокодильев тем, семейные отношения, там, отношения к влюбленности. И, значит, один из выводов по анализу был сделан, во-первых, такой вот к вопросу, кстати, обличительный или образовательный. Очень интересный эффект был, что крокодил иногда женщинами рассматривался именно как образовательный канал, потому что, когда речь шла там о мещанстве, кто как выглядит, там были картины женщин в каких-то там, ну, очень нарядных, или дома они в шлепанцах с пумпонами, там, с какими-то прическами очень интенсивно накрашены. И женщины говорили, что в отсутствии информации о моде иногда, что носить, как выглядеть, как краситься, они находили именно в крокодиле. И в то же время там интересная такая тема была, когда речь идет о сатире, то, ну, в основном на негативных персонажах фокусируются. И всегда встает вопрос, какая альтернатива, а как должен выглядеть позитивная практика или позитивный персонаж. И вот гендерный анализ показывал, что, ну, вот как-то позитивных образов там женщин-мужчин или отношений на странице крокодила сложно было найти. То есть либо гипертрофированная мещанка намазанная, наряженная, а альтернатива ей, ну, может быть, это восприятие такое, или это был партийный образ, какой должна быть женщина, это такая вот ужасно-ужасно скромная и так далее. Но при этом, да, даже те ценности, которые нужны, были семейные. Они тоже показывались очень негативно как-то. Да, многодетные мамаши там выглядели вот не делай так никогда, вот этот вот образ был. Или там брачные какие-то отношения тоже не делай так. Так, вот что это такое? Это свойство сатиры вот так поступать? Или это нечаянно происходило или планировалось? Просто буквально вот два дня назад делали на конгрессе антропологов в Петербурге доклад, как раз посвященный аморальности в крокодийской каркатуре. Но, знаете, ответ очень простой. Надо просто посмотреть на гендерный состав художников. Там одни мужчины. При этом были там честные мужчины. Например, Борис Ефимов, который на аморальную тему не рисовал никогда, просто потому, что он всю жизнь жил на две семьи. Поэтому он, честно, как бы никого не судил. Сидел скромно. А остальные, они действительно очень были настроены антифеминистски, как бы сейчас сказали. Поэтому, да, у них очень был своеобразный взгляд на женщину, отношения мужчины к женщине и так далее. Ну вот город, это же вроде нейтральная такая тема. Даже тот материал, который вы подобрали, ну и даже там, где вы говорили, что это некие такие позитивные примеры, прославляющие достижения советского строя, ну что-то все равно симпатии ведь не вызывает, правда? Ну вот гендерный аспект в культуре, куда ты от этого не денешься. Вы думаете, это тоже гендерная эфистемология приводит к тому, что позитивных горожан-то там вот даже в вашем материале не видно. На самом деле есть. Но при этом там как бы есть очень специфичные сюжеты. Мы сейчас просто как раз заканчиваем большую монографию на эту тему. И реально, несмотря на то, что очень много критики, все равно, например, в этнических сюжетах там с одной стороны, опять же, на этнические республики пытались свалить многие такие советские грехи. Вместе с тем вот младшие братья советского народа, они все время, не все время периодически воспринимались и позитивно. Там есть очень такие уютные, теплые, патриархальные образы, особенно, когда вот иллюстрировали там Фазилия Скандера, каких-то других кавказских авторов. Поэтому здесь вот говорить о том, что прям все было негативно, нет. Если мы там возьмем, например, отдельных художников, например, Шугаева, то это вообще такой вариант российского пинапа. То есть он, видимо, женщин любил всей душой, и у него женские образы, они очень красивые, очень стильные, вот просто он на них смотрит явно влюбленными глазами. Так что здесь не всегда все так обназначено. Ну вот просто по доле я так смотрю, все-таки меньше. Поэтому общий такой вот эффект визуальный, он вот как бабьего против такой вот. Все плохо. Этирический журнал. Уже сам жанр обязывает. Ну и завершая вот эту часть нашей с вами дискуссии, я зачитаю еще один вопрос, скорее рассуждение по поводу вашего доклада. Думаю, что это, наверное, может быть, уже найдет отражение в вашей монографии, о которой вы только что сказали, или заставит задуматься и включить. Татьяна Апостолова пишет о том, что важно понимать два контекста. Первый контекст, что мы думаем сейчас о крокодиле и его времени, а второй, что думали люди времен крокодила о нем и о своем времени. И вот Татьяна говорит о том, что вчера на мини-пленаре тоже история, был схожий разговор, я думаю, что если, Иван, вы не смотрели, может быть, в записи посмотрите, тогда этот мини-пленар, и это как-то отзовется в вашем исследовании. Спасибо большое. Спасибо большое за внимание. А мы с вами движемся дальше, и следующий доклад, и следующая тема, о которой мы будем говорить, мы будем говорить о социальной рекламе, и не просто о социальной рекламе, а о социальной рекламе, которая реализует ценности, и реализует эти ценности в городской среде. С рекламой мы с вами сталкиваемся на каждом шагу. У нас, наверное, из чайника, из утюга, из любого бытового прибора уже выглядывает эта самая реклама. Но не всегда она социальная, не всегда она нам говорит о каких-то ценностях. И вот о ценностях социальной рекламы нам сегодня о них будет говорить Оксана Васильевна Казаченко, доктор филологических наук, профессор, заместитель заведующего кафедрой зарубежной филологии Института гуманитарных наук. Пожалуйста, Оксана Васильевна. Спасибо огромное. Ну давайте я, наверное, начну с ценностей, потому что, собственно, ценности являются для человека общества с жизненными ориентирами, которые определяют его мировосприятие, поведение, жизненные установки. И поэтому изучение различных способов репрезентации их, интеризации является, конечно же, актуальным вопросом. И о важности вообще рассуждают очень многие ученые, и психологи, и социологи, и историки. Но ценности осознают точно так же и на священнослужителей, и даже на самом верху. Собственно, я начну с того, что у нас существует определенное постановление, указ об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, в котором, собственно, и определен вот этот вот список ценностей народов, которые проживают на территории Российской Федерации и разделяют, естественно, русскую культуру. Он, собственно, перед вами. Это жизнь, достоинство, служение Отечества, ответственность за его судьбу, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм и некоторые другие. Ну и теперь непосредственно перейду к тому, что СМИ, вернее, реклама, являясь частью СМИ, она прочно вошла в жизнь современного человека. И, как мы все знаем, зачастую она даже определяет его желание, поведение и шире смыслы. Таким образом можно заключить, что реклама способствует формированию определенного образа мира или картины мира человеку и отражает его отношение к окружающим людям, к предметам. Под образом мира мы понимаем упорядочную систему знаний человека о себе, о мире, о людях, которые обосредивают и модифицируют любое внешнее воздействие. Ну, начнем, наверное, с рекламы, с определения, по крайней мере. Социальная реклама — это тезис или утверждение, которое отражает базисную ценностную установку. Вот это вот я бы хотела подчеркнуть, поскольку социальная реклама, она определенным образом ориентирует поведение адресата относительно абстрактного идеала, который существует как раз-таки в определенный момент истории у определенного общества. Наверное, здесь следует подчеркнуть, что во многих определениях реклама подчеркивается, в рекламе подчеркивается желаемая для заказчиков ценностная сфера и изменение поведения человека в соответствии с заданным идеалом. Проанализировав социальную рекламу, мы выяснили, что ее, конечно, применение и показ способствуют решению достаточно многих насущных проблем. И многие авторы подчеркивают, что реклама тесным образом связана с ценностными ориентациями человека, представляя собой некий идеологический конструкт, некий код, который выстраивает систему символических ценностей – социальных, моральных, гендерных, семейных. И таким образом формирование ценностной сферы отдельного человека – это одна из задач социальной рекламы. Собственно, для того, чтобы реклама была эффективной, она должна быть однозначно персонифицированной. То есть показывать человека и быть ему близкой, призывать, вернее, быть не против, а за, например, антивоенная, антидеррористическая, антиковидная, определенным образом содержать созидательный призыв, способствовать бережному отношению к национальному, культурному, историческому наследию и формировать в дальнейшем не сиюминутное какое-то действие, а работать на перспективу, приводя примеры социально значимого поведения. Помимо привычных печатных аудиовизуальных СМИ, исследовательные точно так же выделяют наружные носители, и этим как раз таки отличается городская среда, потому что мы очень часто видим различные билборды, пиларсы и так далее, которые увеличивают таким образом влияние на аудиторию. Городская социальная реклама затрагивает множество областей жизни общества, и поэтому существует несколько типов. Они, собственно, перед вами. Что касается вербальной репрезентации ценностей в городской социальной среде, то нами было отобрано 65 примеров из различных источников. Это могла быть и видеореклама, реклама и картинки билбордов, постеров, плакатов различных, и далее проводился определенный анализ. Многие исследовательные социальные рекламы отмечают, что одним из универсальных принципов организации текста социальной рекламы является контраст. Я, собственно, вам покажу как раз на примерах действительно, что это так. И вот этот контраст является как бы динамическим противопоставлением двух содержательно-логических планов изложения, что соответствует двум типам фрагментов репрезентируемой реальности. Действительности проблемной, например, определяется категориями смерть, болезнь, упадок, изъян, дисгармония и так называемой идеальной стороной, которая определяется категориями жизнь, здоровье, успех, гармония и следующий. Таким образом распространенными разновидностями позиций являются жизнь, смерть, здоровье, болезнь, добро, зло, безопасность, опасность, толерантность, терпимость, так, нетерпимость вернее. И далее. Давайте рассмотрим некоторые сферы из этих, из названных немножко подробнее. И начнем мы с антитеррористической рекламы. И вот в антитеррористической социальной рекламе часто задействован контраст, как я уже сказала, который показывает противоположные ситуации мира и войны, разрушение благополучия, опасности и уверенности. Здесь важно отметить, что во всех приведенных примерах выделяются такие частотные элементы языка, как нет, стоп, против. И употребление отрицательных частиц характерно не только для антитеррористической социальной рекламы, но также и для некоторых других типов, таких, например, как реклама толерантности и терпимости, например, недопустим, чтобы российский стал частью игры, действий при различных ситуациях, представлено на слайде пожар, позвони 01, предупреди соседей, также некоторых семейных ценностей, предположим, они заклеили мои грустные глаза, чтобы у вас настроение не испортилось. Это, конечно, важно о важности, так скажем, появления детей на свет и так далее. Собственно, ценность семья, это следующая достаточно распространенная тема, в социальной рекламе естественным образом часто репрезентируется через образ полноценной семьи, в которой присутствует межпоколенная связь с родителем и детем. Но при этом отметим, что очень часто современное понимание нуклеарной семьи присутствует в рекламе, например, родителей и преимущественно 2-3 ребенка. При этом не всегда, но очень часто старшее поколение отсутствует. Социальная реклама института семьи и брака призвана сохранить традиционные российские ценности. И также можно отметить, что в современных исследованиях, лингвистических в том числе, психолингвистических, семья является самой главной ценностью носителей русского языка и культуры. И, собственно, она является одним из главных факторов развития здорового общества, полноценного воспитания новых поколений граждан. Государство, естественно, достаточно много делает для того, чтобы поощрять мастеринство. Определенные шаги предпринимаются в охране интересов матери и ребенка, укреплении семьи, ее социальной поддержки, обеспечению семейных прав граждан. С ценностью семьи часто связаны с ценностью материнства, отцовства, детства. И здесь мне бы хотелось подчеркнуть некоторые из слоганов, которые были найдены в различных рекламах. Это, например, «Семья бесценна, когда полноценно», «Мама, я тебя люблю», «Мамы много не бывает». Третий не лишний как раз-таки о том, что третий ребенок в семье является, так скажем, совершенно не исключением. И, например, каждому ребенку нужна семья. Также хотелось бы отметить, что при анализе ассоциативных словарей наблюдается полное совпадение реакций дом и дети на стимул «Семья» во всех, собственно, исследуемых мной словарей, что свидетельствует о том, что семья воспринимается как неразрывная триада. Семья, дети, дом. Но при этом очень часто социальная реклама семьи противопоставлена антиценностям и разрушения собственных разрушительных факторов, которые влияют на семейную обстановку. Это алкоголизм, насилие, жестокость, наркотики, аборты, неполная семья. И социальная реклама таким образом не просто информирует граждан и, может быть, даже самих детей о способах решения проблем, но и призывает, собственно, граждан обратить на эту проблему внимание. Зачастую собираются какие-то определенные благотворительные средства. И вообще социальная реклама призвана здесь в данном случае обратить внимание всего общества на существующую проблему. Теперь немного из слоганов такой рекламы. Например, у меня уже голубые глаза, показан ребеночек, но при этом как бы понятно, что, причем на очень-очень ранних сроках, это как реклама антиаборта, вернее, как антиреклама аборта. Или, например, слово аборт, которое выложено из гинекологических медицинских инструментов. Ну и так далее. Социальная реклама таким образом семьи очень часто связана с ценностью здоровья и здорового образа жизни, что, безусловно, является залогом здорового общества. В социальной рекламе очень часто обращается внимание на искоренение различных вредных привычек, таких как алкоголизм, ожирение, курение, чрезмерное употребление фастфуда, неправильное питание и так далее. Социальная реклама, которая пропагандирует ценности здоровья и здорового образа жизни, часто показывает образы счастливых семей, друзей, активно проводящих свой досуг, противовес страдающим детям различным зависимостям от алкоголя, курения и смерти. Таким образом, мы видим, что здоровье оказывается тесно связанное с такими ценностями, как жизнь, семья и детство. Собственно, исследование констатирует, что такие темы социальной рекламы, как популяризация спорта и физической культуры, являются некими такими традиционными формами пропаганды здорового образа жизни, которые закрепились еще в сознании людей со времен СССР. Что, собственно, подтверждается результатами опроса в ЦИОМ 2018 года, где, отвечая на вопрос о важности различных сторон в жизни людей, оказалось, что для россиян наиболее значными остаются здоровье, 99 пунктов отношения в семье, 98 пунктов, и безопасность, 96, при возможном диапазоне от минус 100 до 100. Социальная реклама также уделяет большое внимание безопасности. В данном случае используются средства выразительности, факты, образы, вызывающие очень часто даже эмоциональный шок, которые направлены на максимальный сугестивный эффект. И, кстати, это очень часто показано в социальной рекламе, которая пропагандирует безопасность на железной дороге, в сети интернет и, как мы видим на данном слайде, безопасность на дорогах. И основными образами такой рекламы являются, например, пристегивание ремня безопасности в автомобиле, снижение скорости. Ну и показываются такие определенные антиценности, которые являются частыми последствиями несоблюдения правил, ну, например, в частности, смерть. И в заключении, наверное, важно сказать, что в текстах такой рекламы очень часто отсутствует контраст, однако картинки, часто дополняя образ, рисуют, например, испуганные глаза ребенка, есть ли повод для обгона, гласит слоган. Или, например, ребенок кричит, рука выставлена вперед, стой, водитель, я хочу жить. Причем некоторые из вот этих вот слоганов, некоторые из слов написаны с заглавными буквами. Или, например, там полупрозрачную такую девочку, мама, домой не жди, дядя водитель поторопился. Таким образом, подводя краткий итог моему докладу, наверное, нужно сказать, что в городской рекламе представлены ценности, которые репрезентированы в различных типах. И важной составляющей всех тематик социальной рекламы выступает контраст, и ценности очень часто высвечиваются на фоне антиценностей. При этом важно подчеркнуть, что при помощи социальной рекламы государства и общества на разных уровнях старается создать определенный желательный, идеальный социальный конструкт, который часто отражается в системе ценностей личностей. При этом социальная реклама, реиллюстрирующая неправильные и правильные ситуации, закладывает в образ мира человека желательные ценности, которые впоследствии будут определять не только его отношение к различным факторам жизнедеятельности, но и поведение по отношению к себе, к обществу и государству. Спасибо огромное. Спасибо, Оксана Васильевна. Скажите, пожалуйста, а вот как вы считаете, или может быть у вас есть какие-то данные, а кто является заказчиком этой самой социальной рекламы? Ведь мы с вами прекрасно понимаем, что чтобы разместить какой-то билборд, если он большого объема или где-то на серьезной трассе, это серьезные финансы. О чем это может быть, о чем это свидетельствует, кто заинтересован в том, чтобы эта реклама продвигалась? Ведь она абсолютно разная, мы с вами сейчас увидели, и о качестве той или иной рекламы можно спорить. Да, согласна с вами, Светлана Николаевна. Очень часто заказчиками является сам город, правительство, различные структуры отрасли, например, МЧС, предположим, и так далее. И эта реклама, она, конечно, поскольку мы привыкли на самом деле к рекламе, и социальная реклама здесь в данном случае, она несколько отдельно стоит от коммерческой рекламы, потому что на самом деле при всей ее дороговизне, тем не менее, за это должен кто-то платить, правильно? Поэтому вообще, в принципе, вот этот вопрос оплаты, он, наверное, звучит так достаточно серьезно. И если государству важно образовывать, так скажем, не наказывать за изданным случаям, но тем не менее показывать какие-то определенные смыслы, на это стоит тратиться. Я считаю, что это действительно, ну, определенный, еще один из, по крайней мере, каналов, чтобы донести информацию до детей, до тех же самых, например. Тогда у меня еще вот вопрос, если можно, потом уже Наталья Игоревна есть вопрос в чате еще. Вот о самом размещении. Ведь любая реклама, она влияет на облик города, она меняет среду, ее восприятие. И всегда ли та же социальная реклама, которую вы исследовали, да, вы смотрели, где она размещается, какая эта реклама, всегда ли она размещена, ну, вот уместно, обращаешь ли на нее внимание, может быть, в некоторых случаях не отвлекает ли она. Или если вы говорите, что она, допустим, адресована детям, насколько она размещена там, где дети ее могут увидеть, и, соответственно, насколько велико ее влияние на людей. Ну, согласна, на самом деле, потому что иногда реклама не вполне размещена в очень странных местах, на самом деле, да, то есть если это, предположим, безопасность на дорогах, то понятно, что она будет, скорее всего, на трассах расположена. Что касается вот рекламы по поводу семьи, и очень часто она тоже расположена на каких-то трассах и федерального, например, значения. Здесь большой вопрос, насколько она уместна. Но, с другой стороны, если мы говорим именно о билбордах, то здесь она совершенно разная, и не всегда она может быть уместно расположена. Ну, вопрос социальной рекламы и вообще, как бы, вот ее качество вызывает у некоторых исследователей, у исследователей, ну, скепсис, по крайней мере. Ну, здесь вот интересный вопрос оценки этой самой рекламы, да, вот то, что вы продемонстрировали, насколько можно опросить тех же самых горожан или те категории горожан, на которых направлена, казалось бы, эта реклама, насколько она может быть эффективной. И вот как раз коллеги спрашивают, есть ли какие-то инструменты, кроме социологических опросов, которые, скорее всего, будут свидетельствовать о том, что эта реклама оказывает какое-то влияние там о здоровом образе жизни или о каком-то реальном поведении или изменении этого поведения, изменении поведения. Я думаю, что, в принципе, инструменты существуют. И даже исследуя, например, те же слоганы, с либрюстической точки зрения, мы можем оценить, по крайней мере, путем, я не знаю, ранжирования, представляя исподдентом какой-то слоганы, насколько они будут близки или не близки. Поэтому я думаю, что существуют определенные методики. Конечно, нужно здесь в данном случае рассматривать, скорее всего, междисциплинарно, конечно. Потому что... В продолжении исследования, которое вы проводили, или посмотреть, может быть, такие исследования уже тоже были, параллельно, насколько они взаимосвязаны могут быть между собой. Наталья Игоревна, пожалуйста. Вот у меня тоже комментарий, вопрос. Социальную рекламу критикуют очень сильно. И именно из-за того, что она формирует очень противоречивые посылы, в том числе из-за ряда негативных последствий. Реклама нацелена на то, чтобы формировать убеждения, но люди благодаря убеждениям или установкам начинают действовать. И действовать иногда как раз вот в таком стереотипизационном, стигматизационном, дискриминационном ключе, как, например, вот одной из критики подвергается реклама полноценной семьи. То есть это полная семья, в которой есть несколько детей. И есть исследования, которые измеряют уже количество, скажем так, негативных действий в отношении детей из неполной семьи. Они стигматизируются. И часто в школах или во дворах, когда они гуляют, они испытывают на себе троллинг, давление, или с ними не хотят дружить, потому что они не из полноценной семьи. Потому что у них нет папы. И на них указывают пальцем и говорят, что ты плохой, ты недоделанный и так далее. И мама у тебя не очень хороша. И также вот один из примеров, который вы показали, существует, знаем мы, да, движение бодипозитива, и люди так приучают себя, что контроль над своим телом – это, собственно говоря, частное, приватное дело, но никак не публичное. И вот у нас там картинка была достаточно полной женщины, в которой, собственно говоря, она стигматизируется из-за своего размера. И вот как бы ваше отношение, как это к социальной рекламе, насколько должна она цензурироваться? Или, может быть, это должны быть какие-то консилиумы, которые примут во внимание установки интереса разных групп людей таким образом, чтобы социальная реклама, помимо позитивного эффекта, не влекла за собой еще негативные эффекты? Ну, это сложный вопрос, на самом деле, да. Он требует, конечно, определенного анализа, потому что, ну, понятно, что социальная реклама рисует некий идеальный образ через, может быть, какие-то контрасты, через, может быть, даже какие-то шоковые, даже вызывающие реакции. Но, тем не менее, вот по поводу цензурирования, кстати говоря, действительно, исследования очень часто подчеркивают, что социальная реклама не всегда является качественной. И она действительно затрагивает какие-то определенные проблемы, которые, ну, могут вызвать эту негативную реакцию. Вот. И, наверное, у того, у кого эти проблемы определенные есть. Поэтому здесь, конечно, нужно, чтобы и социальная реклама, опять-таки, создавалась профессионально. Как вот один из случаев, тоже исследовательский из моей истории, когда одно время очень популярна была антинаркотическая реклама, и там традиционный такой образ, который тиражируется, это зачеркнутые шприцы. И профессионалы в этой области говорили, что это как раз вот неправильная реклама. Человек, который не употребляет наркотики, для него шприц не имеет никакого значения, там, перечеркнутый он или еще в каком-то виде. А человек, который употребляет наркотики, тоже неважно, перечеркнутый или нет, шприц – это символ. И, скорее всего, такая реклама, она вот не, ну, как бы не будет способствовать тому, что он бросит или не начнет заново. Поэтому здесь вот всегда говорили, в социальной рекламе участие психологов, практикующих психологов, оно очень важно. И именно которые знакомы с той сферой, в которой эта реклама создана. Вот видите, мы с вами подходим к тому, что выходим на новое междисциплинарное исследование, да? На самом-то деле, конечно. Это действительно важно. И это могло бы быть вот таким хорошим исследованием, куда можно было бы привлечь наших магистрантов, аспирантов, да, и разработать конкретные, ну, рекомендации, не рекомендации, но, по крайней мере, дать обратную связь по той рекламе, которая есть сейчас. И попробовать постучать в те кабинеты, где эту рекламу заказывают, да? И объяснить, почему такую рекламу, чем она может быть нехороша, да? И какие последствия эта реклама может за собой нести. Давайте об этом подумаем, давайте об этом будем разговаривать уже за рамками нашей конференции, за рамками нашего сегодняшнего малого пленара. А мы переходим к следующей теме и будем говорить о, отчасти, здоровом образе жизни, да, о спортивном городе. Сейчас, наверное, все могут наблюдать за тем, что помимо того, что обустраиваются во дворах детские площадки, да, рядом с ними строятся и спортивные площадки. И мы можем наблюдать за тем, что они пустуют. На этих спортивных площадках нет взрослых, да, хотя они рассчитаны на людей все-таки определенного возраста, да, потому что там тренажеры, куда маленький ребенок не может пойти, и бедные мамочки там бегают, не знают, что с ними делать. А бабушкам куда податься-то? То есть это, конечно, такой вопрос. И коллеги из Института естественных наук и спортивных технологий уже не первый год говорят о спортивном городе, изучают спортивное пространство, которое есть в городе, говорят о спортивных сообществах. Ну и сегодня нам об этом, с нами сегодня об этом поговорит Наталья Игоревна Ловцова, доктор социологических наук, профессор, заместитель директора Института естественных знаний и спортивных технологий. Пожалуйста, Наталья Игоревна. Коллеги, еще раз добрый день. Действительно, тема города, она безгранична, и урбанистика, наверное, не будет лукавить, одна из самых популярных исследовательских направлений в современном, помимо естествознания, безусловно. Но там, где речь идет о социальных пространствах, об особенностях житья, бытия людей в городе, то здесь, конечно, тема жизни людей в городе, она одна из приоритетных. И вот в нашем институте мы любопытствуем всегда, каким же образом спорт в городе развивается, в большом городе, в мегаполисе. У нас даже есть магистрская программа технологии физического воспитания в современном мегаполисе. И вот мы вместе со студентами очень активно проникаем в город именно для того, чтобы понять, какие же есть возможности для физической активности в современном городе. Казалось бы, вопрос очень странный. Мы с вами ходим по городу и видим, что возможностей много. И в парках есть места. И, как сказал Светлана Николаевна, в каждом дворе есть какие-то спортивные угодья. И развивается спортивная инфраструктура, закрытая. Выходи и занимайся. И поэтому сначала, когда я перед студентами эту задачу поставила, где, как и зачем можно заниматься, студенты сказали, что я придумываю им всякие глупости. Ну, мы решили все-таки эту глупость исполнить. И поэтому пошли на улицу, пошли смотреть, каким образом все вот это работает. И помимо того, что мы изучали, как выглядят, где расположены, и как они вообще функционируют, вот эти вот публичные спортивные пространства, немножко попозже скажу, что такое публичные, там, где мы ловили посетителей или занимающихся, мы их еще и расспрашивали. Как, зачем, почему, почему именно здесь, а не в другом месте и так далее. Ну, и как урбанист, солк, конечно же, без какой-то такой теоретической подушки нам нельзя. И очень интересный, плодотворный, не только мне, но и многим урбанистам, показалась концепция Мишель Фуко о гетер... Даже не концепция, это такой был вброс. В 1966 году Мишель Фуфуков бросил идею гетеротопии такой вот. И примерно в те же времена французский исследователь города Андрей Лефевр, он предложил очень интересную такую концепцию права на город, в которой анализируется, кто или предлагается такая рамка для анализа того, как разные участники, жители городских пространств город осваивают, что они с ним такое вот делают. Ну и в итоге, конечно же, из всего этого анализа мы попытались выйти на определенные практики, которые есть, которые можно развивать, или которых нет, и которые могли бы быть... которые могли бы быть развернутыми. Для анализа городов очень много метафор привлекается в зависимости от того, какие интересы у исследователей. и вот доступный город, это когда подчеркивали мобильность и возможности физически разных городов. Умный город, информационный город, комфортный, креативный, счастливый, здоровый, зеленый. Этих метафор очень и очень много. И, собственно говоря, вот концепции спортивного города нет. Но по аналогии, я думаю, что мы могли бы пытаться понять город через вот эту вот метафору спортивности. Тем более, конечно, что политическая воля в нашей стране, и не только в нашей стране, она такова, что развивать спортивные угодья очень важно. Нужно, чтобы люди приобщались к физической активности, потому что это один из элементов или залогов развития здоровья. Это спорт и физическая активность делает людей крепче и делает их более активным в личной жизни, в повседневности, в профессиональной жизни и так далее. Поэтому, говоря о спортивном городе, мы можем анализировать, каким образом все участники создания городов, управления, бизнес, образования, граждане, сообщества, культура, информационное пространство, скажем так, действуют слаженно для того, чтобы создать возможность заниматься спортом всем, кто бы этого хотел, а также создать условия, чтобы спортом занимались даже те, кто сегодня не хочет заниматься спортом, потому что это понятно, полезно. Говоря о публичных пространствах и исследуя публичные пространства, мы в первую очередь, конечно же, имели в виду открытые места, в которые любой может прийти без взносов, без денег, без каких-либо там дополнительных условий. При этом это, конечно же, не только физическое пространство или место, где конкретно можно заняться типа спортивной площадки, но и, конечно же, спортивные и городские пространства бывают информационные, они бывают символические, как социальная реклама, как всякие текстовые, визуальные стимулы в городе помогают человеку прийти в спортивное место. Ну и, конечно же, мы понимаем, что современные жители, современный город – это про визуальное. Мы хотим видеть, и города предлагают огромные возможности для вот этого смотрения. Политики городов сейчас они такие с очень мощной эстетической составляющей. Город должен быть не только функционален, город должен быть еще привлекателен визуально. Вот такие вот пространства мы и смотрели. Если вот даже уже мы поглядим на те картинки, это картинки, прошу прощения, во многих случаях качество картинки не очень хорошее, это сделано студентами реально, в реальных условиях. За три года огромное количество визуального материала мы собрали. Вот, да, мы видим здесь вроде бы площадка, которая открыта, но она обладает какими-то символическими барьерами, да и не обустроена. Это каток, он абсолютно не является катком, это сверху справа. В середине, левее, во дворе футбольное поле тоже открыто, абсолютно пустующее, уличные велодорожки. Как мы видим, они оккупированы, в общем-то, не велосипедистами, а очень часто они оккупированы обычными людьми, которые начинают отгонять велосипедистов и роллеров, потому что они мешают им перемещаться. Что ж такое гетеротопия? Не страшное слово, просто говоря, Мишель Фуко называет гетеротопиями любое странное пространство, которое очень противоречиво, которое может интерпретироваться по-разному, которое разными людьми приватизируется. Вроде бы, само по себе это пространство нормально, но когда мы начинаем его в более широком контексте физическом и социальном рассматривать, оно становится выпадающим из такой вот логики городской жизни. Вот здесь вот примеры, пары таких вот спортивных площадок, когда мы смотрим на них вот так вот сами по себе, вроде бы ничего, они уже привычны нашему взгляду. Но вот я первый раз, когда мне студенты вот это начали носить, я начала их упрекать, что они друг у друга сперли материал, извините за выражение. И студенты потом мне уже доказательно говорили, это тираж, это тиражировано, вот эти вот такой, ну, как это называется, тренажерный такой кластер, он в очень многих местах расположен с одним дизайном почти во всех углах Москвы и во многих дворах. Огороженная площадка для занятий подвижными играми абсолютно типична, причем вот вплоть до вот этих вот деталей, здесь плохо видно, наверное, присутствующим здесь, до разорванной сетки, значит, засыпанной листьями, в общем, мы видим, что она очень плохо, плохо используется. Вот когда вот этот вот визуальный ряд такой вырастает, мы видим, это странно, правда, это спортивное пространство, очень странное, типичное, не уникальное, пустое, ну и дополнительная такая тоже идея, Анри Лефевр, гениальный исследователь, он говорит о том, что жители современных городов все больше и больше начинают участвовать в производстве городской жизни, принимая решение о том, что, где, как и каким образом должно быть расположено, и они влияют на граду у строителей. Вот еще как бы из этой на стыке вот этих двух концепций находится такая очень интересная противоречивая идея современного города и спортивных пространств. И вот эти вот дихотомии, эти противоречия, некоторые из них я потом вот покажу, но спорт, спортивные пространства публично, они полны противоречий. Город мобильный, современный горожанин мобильный. Макс Вебер, один из социологов, он для такого традиционного, классического, доиндустриального города предложил идею заколдованного города. Доиндустриальные города были заколдованными, потому что мало гетеротопии было, потому что каждое пространство чье-то, обжитое, закрытое, много секретных мест. В современном городе нет секретных мест. Житель ходит, гуляет, и он мобилен. И вот, казалось бы, спортивные пространства должны быть мобильными, а они являются островками спокойствия. Вот в той массе, которую мы видим. И интересные такие вот противоречия гетеротипичные, они в том числе стимулированы политикой. И неумение читать гетеротопию, понимать гетеротопию, приводит к очень неэффективным решениям. помните, знаете, может быть, если не знаете, то я вам скажу, несколько лет назад при увеличить возможности для физической активности в Москве был такой проект «Турник в каждый двор». И во всех дворах вот это вот тоже внизу картинка, вот эти типичные тысячи фотографий вот этих вот типичных турников, которые расположены во дворах. Не сработало, пустые, не занимается никто. Значит, осмысление вот этой вот темы привело к тому, что, ну, наверное, неудобно, некомфортно. И давайте сделаем концепцию спортивных кластеров в микрорайоне. Вот проект, один из московских проектов спортивного кластера, где мы видим, там различные площадки для различных видов спорта угодья создаются. Сделали, не работает. А ошибки очень дорого стоят. То есть, это даже в экономическом измерении это огромные инвестиции. Вот в это почему не работает? Ну, вот, как бы попытки осмыслить вот эти дихотомии, противоречия, всего несколько я покажу. Их намного больше, конечно же, с чем они связаны. Как воспринимается любое городское пространство? то есть, это вопросы, чье оно, мое, чужое, чье-то, что с этим делать? И с одной стороны, люди стремятся приватизировать пространство для себя, а с другой стороны, они боятся выходить на те пространства, которые им доступны и открыты. Почему? Спорт, открытое спортпространство, это некая сцена. Горожанин привык быть за кулисами, он привык быть фоном. Когда я одна оказываюсь на спортивной площадке, я боюсь, что сейчас кто-то из многоэтажного дома, из прогуливающегося мимо будет меня оценивать, критиковать, и именно это говорят жители, которых мы спрашивали. Значит, они сталкиваются с хамством, они сталкиваются с негативными оценками, они не любят, когда на открытые спортивные площадки приходят, ну, так называемые левые пассажиры, они называют, особенно если возле площадки еще есть алкомаркеты, детская площадка. Самый ужасный враг занимающихся на спортивной площадке это яшмать. То есть из детских и, ну, то есть вот я как бы говорю, что люди с инвалидностью, алкоголики, пожилые люди, дети, их мамы, это нормальная такая терминология, а пользователи спортплощадок, конечно, используют совершенно инвективную лексику, описывая вот этих вот чужих, которые приходят на вот это вот пространство спортивное. Это заставляет спортсменов уходить со спортплощадки, искать себе другие места, прибежищ. Ну, и вместе с тем спортивные площадки как раз показывают вот эти вот конфликты, которые существуют. Примером, возле нашего кампуса есть парк, и мы там ежегодно, особенно лет, зимой, извините, прокладываем лыжню. Там у нас и бабушки гуляют, и с собачками люди ходят, и просто люди фланируют, и наши спортсмены, и не наши спортсмены летом бегают, зимой на лыжах. Мы прокладываем там лыжню для занятий. Вот зимой конфликт визуализируется. Люди с собаками находят палки, палки-ковырялки, и идут ковырять лыжню. Лыжники, которые там ездят, они отбиваются от них, они прогоняют палками собак, они вступают в конфликты с этими людьми, которые лыжню портят. В общем, все друг другу там мешают, и некоторые наиболее активные люди находят и оборудуют для себя какие-то площадки закрытые и уже отгоняют там со всех чужих на законных основаниях. Живое-мертвое тоже вот одна из интересных таких эффектов спортивного пространства. На крайних снимках не наши фотографии, это из открытых источников фотографии снимки московского марафона и московского велопробега, которые проходят на крупных транспортных магистралях. И мы видим, какое количество участников. Больше, наверное, только тех, кто возмущен, что уличные магистрали заняты, движения перегорожены, невозможно никуда пробиться. А в середине опять типичная такая вот московская площадка зомби-таун. Это тоже одно из высказываний наших респондентов, которые говорят, что заниматься зомби-таун нет никого. Ну и вот тоже как бы одно из следствий, я очень коротко, контакт, отвержение. Не все площадки такие публичные, конечно же. И некоторые из них абсолютно пустые, а некоторые очень обжитые. И почему они обжитые? Вот это именно потому, что там складывается сообщество, потому что эта площадка превращается в такое символическое место взаимодействия своих, хороших воспоминаний. Люди оправдывают присутствие друг друга, потому что когда много людей, мы занимаемся спортом уже не на сцене, а мы являемся вот таким вот фоном. И вот таких вот кластеров обжитых очень немного. Я в течение трех месяцев фотографировала спортивную площадку у себя в дворе. Утром, вечером, вот как раз вроде как в прайм-тайм. За три месяца я там насчитала четверых, которые приходили, не знаю, надолго или нет, потому что не могла за ними долго следить, но вот увидела, может быть, то время, когда я на работе кто-то еще был, но скорее всего нет, будни в рабочее время, вряд ли, дети, детская площадка оккупирована, лавочка возле подъезда оккупирована, людей полно, на спортплощадке никого нет. Какой вывод? Вывод, наверное, тоже гетертопичен и странен. Плохо или хорошо? Вроде бы неэффективно тратить деньги на вот эти вот спортивные места, которые не заняты, но вместе с тем это как часть социальной рекламы, это некое экспертное пространство, которое говорит, есть возможность, можно заниматься, чем заниматься, другой вопрос, как заниматься, да, и для этого помимо экспертности пространства нужен некий экспертный лидер, педагог, тренер, городская администрация, которая, или та же самая социальная реклама, которая вместо того, чтобы может тратить деньги на большие билборды, купит, закупит видеокурсы с QR-кодами, как пользоваться тем или иным тренажером, который расположен, который расположен. Где должны быть спортивные площадки? Наверное, там, где есть сообщество. Сообщества не возникнут сами, очень редко естественные сообщества появляются в наши времена. Нужны усилия по созданию вот этих сообществ, которые будут эти практики реализовывать. Ну и опять же, для сообществ нужны пространства. Все противоречиво и взаимозавязано. И, в общем, наши исследования, наши попытки в рамках, в том числе, проекта, который в университете идет, как раз вот этими делами заняться. Могу долго говорить еще, но остановлюсь. Спасибо. Спасибо, Наталья Игоревна. Действительно, сотрудники института и аспиранты, и лаборатория, которая в институте занимается вопросами спортивных сообществ, как с этими сообществами работать в конкретной локации, вокруг конкретного кампуса. И, я надеюсь, что будет построена такая модель, описанная, которую можно было бы передавать внутри университета нашего, как такую работу с сообществами, со спортивными сообществами можно построить в рамках разных кампусов наших, в разных локациях, университет большой, и, может быть, тогда эти модели как раз посмотреть, чем отличается одна локация от другой, какая там может быть активность в зависимости от того, что там есть, и, может быть, тогда вот такие модели уже предлагать другим университетам. Ну, и, кстати, вот то, что вы говорили про QR-коды, есть площадки уже, насколько я знаю, с этими QR-кодами. Может быть, тогда, ну, как тоже такая идея посмотреть, а что там скрывается за ними. Смотри. Насколько, и тогда, может быть, вот то, о чем вы говорили, предложить что-то свое, и опять-таки выйти с этими предложениями к городу, да, к тем людям, которые устанавливают эти площадки, потому что, действительно, вот 4 года, по-моему, назад тоже было, было такое исследование сотрудниками вашего института, когда люди просто боятся сделать что-то не так на этой площадке, да, не так подойти, и не боятся просто физических каких-то последствий того, что они будут заниматься на этих тренажерах. Ну, и действительно, есть еще службы, которые обеспечивают, ну, наличие тренера на площадках, да, но такие тренеры появляются, они не целый день, да, они приходят в определенное время, и не факт, что в это время на этой площадке окажутся люди, с которыми надо будет поговорить о том, что можно делать на том или ином тренажере, да, насколько это будет там безопасно, насколько это будет полезно. Ну, вот у нас студенты тоже это осознали, сначала критически, а потом вот они начинают фонтанировать идеями, и даже очень много у нас начинает возникать тем для их исследований, ну, вот, как бы такие они начинают, не знают, куда поместить, нет такой профессии публичный инструктор, например, или публичный тренер, в Китае вот есть такое дело, они начинают придумывать всякие концепции компетенции тренера или педагога физической культуры, который будет готов работать вот именно в уличном таком или парковом пространстве. Пара коротких вопросов, только так, потому что в чате у нас только есть как бы подтверждение, согласие о том, что не работают площадки и все остальное. Пожалуйста, на самом деле, да, спасибо вам огромное за то, что наше внимание, во-первых, привлекли к тому, что является фоном очень часто, вот, но как человек, использующий такие площадки, я хочу сказать, что в зависимости, наверное, невостребованность и таких вот локаций, скорее всего, от места, потому что мы все привыкли, что если нам нужно потренироваться и побегать, мы идем в парк. И действительно, в парке вот эти места являются очень-очень популярными. То есть, это действительно так, и это не только в том парке, где мы очень часто занимаемся с семьей, но и в других парках, и это мы очень четко видим. Может быть, вот эта вот концепция турника в каждый двор, она и действительно несет определенную смысловую нагрузку. В любом случае, это некая реклама, пускай она не является какой-то вот определенной вербальной, да, в данном случае мне интересна именно вербальная составляющая, но тем не менее, возможность того, что ты вообще, в принципе, можешь куда-то пойти, она действительно очень важна. Безусловно, ну, больно уж дорогая реклама, да, и сам турник, и спортивные кластеры, это же вы просто представьте, да, сколько это может стоить, это не тысяча рублей точно. Парки более привлекательные, хотя тоже там есть, вот мы отмечали иногда, именно спортивная площадка, она такая немножко пустая, а вокруг много активностей, бегунов, и детские, хотя бы парк безопаснее, там лес, немножко можно скрыться, там с 20 этажа дома тебя никто разглядывать не будет, хотя что с 20 этажа можно увидеть, я не знаю, но люди боятся и говорят именно, что вот сейчас там все сели на балконах с биноклями, смотрят, как я там на тренажере делаю что-то, но вот среда, парка такая, она более приватная, мы немножко за деревьями, и там больше занимающихся, и вот как бы мои действия, тут еще интересная гетеротопия спортивности, в том, что это странное место, потому что люди занимаются странными делами такими, то есть это нерациональное действие, это какое-то пространство для игры, и вот тоже респонденты говорят, что тут делать, какие-то бессмысленные телодвижения совершать, то есть вот как бы мы рациональны, да, то есть действия без результата, не для чего-то, то есть это тоже воспринимается как немножко странненькое такое. Конечно, среда воспитывает, вы правы, и, наверное, через какое-то время люди привыкнут, и привыкнут не только видеть, но и пользоваться. Спасибо, Наталья Игоревна, мне кажется, что действительно очень важное исследование, важно это продолжать, и важно тоже посмотреть, может быть, на стыке каких дисциплин эти исследования продолжать дальше, и думать. Ну, это так много всего, знаете, сколько идей у нас. Давайте эти идеи продвигать, и думать, как их реализовывать. Ну, а мы переходим дальше, время неумолимо нашего пленара, и мы поговорим о практиках современного социального предпринимательства в городских университетах, и посмотрим не только Московский городской педагогический университет, но и другие городские университеты, сравним себя с этими университетами, что делается в других университетах, что делается у нас. Дарья Александровна Миляева, начальник управления международного сотрудничества, это было совместное исследование с Натальей Сергеевной Агеевой, экспертом Центра аналитических исследований и моделирования в образовании. Дарья Александровна представит это исследование. Здравствуйте, уважаемая коллегия, уважаемые слушатели. Мы сегодня действительно проговорим про социальное предпринимательство городских университетов. Большое спасибо Институту урбанистики, что у нас совместно получилось такое исследование. Мне кажется, что много всего интересного и перспективного. В первую очередь хотелось бы сказать про цели данного исследования. Исследование проводилось с целью выявить, в какой степени университеты реализуют свою городскую миссию. То есть видят город как целостный объект приложения своих усилий. Выявление основных групп практик социального предпринимательства городских университетов, по каким критериям они выделяются, выявляются, что в себя включают. И выделение лучших практик социального предпринимательства городских университетов. Объекты предмета исследования вы видите на слайде. Эмпирической базой стали документы стратегического целеполагания 18 мировых университетов, а также новости, статьи и другой контент сайтов. Выбор университетов обусловлен наличием у них развитого официального сайта и также нашим желанием обеспечить геополитическую представленность университетов. И таким образом наши исследования попали университеты из России, Великобритании, США, Малайзии, Мексики и многих других стран. В исследовании использовались такие методы, как стадия, контент-анализ и дискурсивный анализ. Анализ университетов был произведен по следующим группам параметров. Это типология форм взаимодействия университета и городских сообществ, виды практик социального предпринимательства университетов и формы реализации нацеленных на город и городское пространство тематики. В рамках социального ракурса миссии 3.0 городской университет представляет собой хаб по разработке и реализации социальных, гуманитарных, информационных технологий, направленных на трансформацию жизнедеятельности горожан. Технологии реализации такой социально ориентированной деятельности университета как раз являются практики социального предпринимательства. И получаемая прибыль не является целью и направляется на дальнейшую интенсификацию социальных проектов университета. Анализ деятельности 18 городских университетов мира позволил нам разработать следующую типологию. Проекты по акселерации предпринимательства, проекты по развитию городского пространства, социальные проекты для нужд города и горожан. Сейчас мы перейдем к группе проектов по акселерации предпринимательства. К данной группе можно отнести ряд практик, связанных с деятельностью центров предпринимательства на базе университетов. В МГПУ это стартап-центр «Молоко», в рамках которого проводятся открытые лекции на тему бизнеса и предпринимательства и действует акселератор студенческих проектов. Далее рассмотрим более подробно практики некоторых университетов, представленных на данном слайде. Лондонский столичный университет. В Лондонском столичном университете более 15 лет функционирует акселератор, который специализируется на поддержке технологических стартапов. Акселератор проводит консультации, помогает как стартапам, ищем новый офис, например, кому-то из жителей города, так и студенческим стартапам, которым нужна, допустим, какая-то новая идея, помощь в запуске. И акселератор помог запуститься многим известным нынешний момент компаниям. Например, есть такой напиток Twisted Kombucha, да, этот проект, который запустился благодаря лондонскому акселератору. Следующий университет, про который бы хотелось рассказать, в Дублинском городском университете действует бизнес-инкубатор Альфа, который представляет студентам рабочее пространство, ресурсы лабораторий, технопарка для развития своих стартапов. Если мы посмотрим на столичный университет Осло, он немного сфокусирован на исследовании процессов рынка труда. У них есть центр, который занимается вопросами трудоустройства, и они изучают как теоретический аспект, например, вопросы профессиональной этики, карьерных возможностей, так и практический аспект. То есть они помогают маргинализованным группам населения с трудоустройством. Перейдем с вами к следующей группе. Это проекты по развитию городского пространства. Сейчас более подробно остановимся на практике нескольких университетов, которые представлены на данном слайде. Первый университет, про который бы хотелось рассказать, это Гонконгский городской университет. В нем реализован мегапроект Smart City, объединяющий различные практики инициативы университета по развитию городской среды. Хотелось бы рассказать более подробно о двух проектах. Например, были инициированы следующие проекты. Анализ стратегии правительства Китая по разрешению конфликтов и повышению качества жизни иммигрантов из сельской местности. То есть идет большой процесс переселения. Соответственно, университеты следуют, как сказываются эти процессы, влияние политики Китая на переселение данных групп. И второй проект, по которому хотелось остановиться, это анализ пространственного неравенства в доступе к комфортным районам города. Далее хотелось бы подробнее рассказать про Бирмингенский университет. Университет вкладывает очень большие инвестиции как в развитие города, так и городского пространства. Университетом было реализовано 12 крупных проектов. Первое — это восстановление викторианской велосипедной фабрики. Оно было заброшено, сильно пострадало после пожара. Зданию порядка 120 лет. Университет его отреставрировал. И там сейчас здание — акселератор для студентов и жителей города. Следующий проект — это строительство стадиона. То есть университет реконструировал стадион, который сейчас пользуется большой популярностью. построил спортивный центр и отреставрировал несколько спортивных объектов, которыми также пользуются и жители, и студенты. И отдельно бы мне хотелось отметить — это строительство консерватории. Это единственная за 30 лет консерватория, которая была построена в Великобритании. Она функционирует как и для концертов, так и является базой репетиции для музыкантов различных направлений. И таким образом Бирмингенский университет, он осуществляет проекты, которые направлены как и на жителей города, так и на студентов. Следующий опыт, который бы хотела более подробно осветить, это городской университет Нью-Джерси. Данный университет уделяет очень большое внимание культурному наследию города. И был разработан отдельный сайт, который посвящен городу Нью-Джерси. И был разработан портал «Акселератор», где университет размещает возможности, которые он предоставляет жителям города. Это могут быть как спортивные мероприятия, так и онлайн-лекции, мастер-классы, допустим, какие-то театральные выступления, тоже в том числе на базе университета. И последняя группа — это социальные проекты для нужд города. Типы, которые мы выделили, вы видите на слайде. Первый пример, про который бы хотелось рассказать, это опыт столичного автономного университета города Мехико. Университет реализует инициативу по здравоохранению, правовой защите горожан. Действуют стоматологические клиники и юридические консультации, которые помогают малоимущим гражданам города. Опыт МГПУ. В МГПУ реализуется проект «Серебряный университет», который предоставляет возможности обучения для студентов старшего поколения. Студенты-пенсионеры могут освоить иностранные языки, финансовую грамотность, например, научиться пользоваться гаджетами. И также хотелось бы отметить опыт Пражского столичного университета. Университет реализует программу обучения без барьеров. В рамках данной программы студентам, которые имеют какие-то сложности со здоровьем, предоставляются стипендии, чтобы они имели равные образовательные возможности с другими обучающимися данного университета. Если подводить итоги исследования, которое было бы проделано, то хотелось бы отметить следующее. Городские университеты реализуют миссию 3.0 через практики социального предпринимательства и взаимодействия с городскими сообществами. Практики социального предпринимательства направлены, как мы с вами уже видели, на улучшение всех сфер жизни общества и решения глобальных и локальных вызовов. Основаны на стратегическом мышлении, которое призвано обеспечить экологичный процесс. И лучшие практики социального предпринимательства, которые были выделены в рамках данного исследования, Включает кейсы в области проведения исследований для города, развития городской среды, акселерации образования детей и взрослых. У меня все. Спасибо большое за внимание. Готова ответить на вопросы. Спасибо, Дарья Александровна. Мы снова выходим на сообщества. Так или иначе, университет в городе – это взаимодействие не только со студентами, но и сообществами, которые вокруг университета организуются. Или они существуют независимо, а университету было бы хорошо, наверное, с ними повзаимодействовать, потому что достаточно большое количество молодых людей и преподавателей разного возраста тоже здесь находится. И вот это взаимодействие между горожанами и сотрудниками, и студентами университета, которые тоже являются этими же самыми горожанами, но которые не взаимодействуют между собой. Наверное, важно найти вот эти точки соприкосновения и посмотреть вообще, может быть, даже сейчас, а какое влияние вообще наши локации в городе оказывают влияние на изменение жизни горожан, на изменение функционирования тех или иных сообществ. Может быть, появляются какие-то сообщества, может быть, они наоборот исчезают, потому что появились те или иные наши локации, да, и мы там заняли. То есть что происходит, да, как это, какое влияние, взаимовлияние, наверное, оказываем мы друг на друга. Да, Александр, у меня вот к вам еще такой вопрос, помимо того, какие кейсы вы перечислили, может быть, сейчас вы назовете там один, два, одну-две практики, которые вы бы, ну, порекомендовали, или сказали бы, что это целесообразно нам попробовать, как нам, городскому университету, да, практики, которые реализуются в других университетах, может быть, и нам стоит на них обратить внимание. Помимо того, что вы перечислили, что мы тоже используем, что мы реализуем. Асланка, спасибо за вопрос. Действительно, да, когда мы смотрели опыт 18 различных зарубежных университетов, мы столкнулись с тем, что многие практики уже реализуются у нас в университете в том или ином ключе. И мне кажется, что мы тут движемся в правильном направлении. Мне показалось тут интересным, например, вот когда я слушала доклад Натальи Игоревны, я тоже тут нашла много пересечений в плане вот темы, да, спортивных объектов. Мне кажется, тут очень много того, что мы могли бы заимствовать. Тоже, например, какой-то спортивный, вот как мне вообще кажется, да, допустим, спортивный объект, про который мы сейчас ранее рассматривали, они связаны чаще всего с какими-то локациями. Например, это может быть парк, университет, школа. И что мы можем тут как раз, вот у нас очень тут тесные пересечения, вот тема, которую мы затрагиваем, несмотря на то, что они совершенно из разных сфер. Ну, например, какой-то спортивный объект недалеко от какой-то из площадок наших кампусов, который мог бы использоваться как и нашими студентами, например, это могут быть уроки физкультуры, так и жителями города. Это если говорить про спорт. Мне также понравилась идея с культурными объектами. Например, у нас есть Институт культуры и искусств, который очень часто проводит интересные концерты. И они, как правило, знают некоторые сотрудники университета и могут посетить, например, выпускные спектакли. Но мне кажется, что мы можем сделать, например, такие практики, открытые для города. Мне кажется, и выпускникам будет очень полезно, если, например, на такие выступления придут горожане и посмотрят. И это будет какая-то обратная связь, и первый опыт, и такой открытый проект для города. Поэтому тут действительно много чего еще можно посмотреть. Университет надо сначала расколдовать, потому что университеты и образовательные учреждения все-таки в терминах Вебера они остаются еще заколдованными, зачарованными пространствами, они немного закрыты. И даже визуально закрыты. Посмотрите, у нас каждый кампус, он с крепким забором вот таким. И человек, прежде чем туда войти, он 10 раз подумает, можно ли. У нас иногда люди там гуляют и спрашивают, а сюда можно войти? И несмотря на то, что там калитки, все это открыт. И открытся, и что-то еще открыт дополнительно с того, что мы делаем для города. Спасибо, Дарья Александровна, коллеги. Вопросов в чате нет, не очень активен у нас сегодня чат. Пустали. Да, но мне кажется, что очень важно, что мы сегодня поговорили о разных практиках, о разных исследованиях, которые проводятся в разных структурных подразделениях. И проводятся совместно. Мне кажется, важно, что мы обозначили, что те исследования, которые проводим, они могут быть не изолированными, да, и не моноисследованиями. Что важно привлекать коллег из других областей и работать и действовать вместе, да. Вместе сообща, и таким образом те практики, которые мы с вами реализуем в конкретных локациях, да, конкретные исследования, которые мы проводим, наверное, тиражировать и рассказывать о них хотя бы внутри университета, чтобы коллеги знали о том, что делается, чтобы мы могли продвигаться дальше вместе, да, обогащаться за счет знаний, за счет практики друг друга. Потому что у нас делается очень много, но не всегда мы об этом все знаем. И обсуждение городских практик будет сегодня продолжено в два часа на заседаниях секций. Коллеги будут говорить о том, как понять культурные коды современного города, как привлечь городской контекст в университетское образование, город как деятельностный образовательный ресурс, будут рассматривать партнерство образования и культуры, как повысить развивающий потенциал городской среды, как формируется языковой ландшафт мегаполиса, будут говорить о экологии мегаполиса, и еще о многих и многих практиках и проблемах, которые возникают между университетом и городом, внутри городских сообществ, между горожанами, и будут делиться результатами своих исследований. Мне кажется, что действительно это очень важно, очень нужно пообщаться, рассказать друг другу. И я приглашаю всех, кто сегодня присутствует в чате, и кто присоединится дальше, присоединяться к тем секциям и активно участвовать в обсуждении тех докладов, которые будут на секционных заседаниях. Помимо городского трека будут еще секции по истории, по лингвистике, поэтому я думаю, что каждый найдет для себя ту секцию, ту тему, которая наиболее ему близка. Я благодарю спикеров за интересные, за увлекательные доклады. Я думаю, что те, кто у нас присутствовал, кто послушал сегодня, послушает, может быть, в записи нашу сегодняшнюю беседу, я думаю, что будут обращаться и будут проситься, а можно нам присоединиться к вашему исследованию, либо предлагать какие-то развороты того, что уже коллегами сделано. Давайте пойдем туда, куда еще никто не ходил. Будем открывать какие-то новые горизонты для наших исследований. Спасибо большое, коллеги. Рада была с вами пообщаться. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.